Нормально, нормально. Скажите, а как внутри ваших, вот, всё-таки, вот этих партнёрских отношений, коль скоро вы не чувствуете надзора, вы позволили себе такую блажь, буквально, как попробовать сменить руководство Ростелекома? Хотя известно, что нынешний руководитель, господин Провоторов, он, по-моему, человек из команды, условно, человек близкий к господину Щёголеву. Ну, я не знаю, насколько, так сказать, кто из чьей команды. У меня есть один принцип, которого с самого начала придерживался. Вот, там, четыре месяца работаю на этой должности, но сразу себе обещал, никакие кадровые вопросы со средствами массовой информации не обсуждать. По целому ряду причин. Потому что, так сказать, какие бы решения ни принимались, в любом случае, любое обсуждение влияет хоть на кого-то негативно. Поэтому, так сказать, готов комментировать любые вопросы. Хорошо, но вы смотрите, вы же писали, там, допустим, вы критиковали в Твиттере Ростелеком. И, в общем, понятно, что и вы говорили о том, что вы недовольны, там, инвест-программами Ростелекома. Давайте не критиковать кадровые вопросы, давайте просто поймем, чем вы недовольны. Готов прокомментировать. Ростелеком – это крупнейший оператор связи в стране. Более того, на более чем на 50%, так или иначе, там сложная очень схема владения, но, так или иначе, эта компания принадлежит государству. По сути, Ростелеком играет ключевую роль в том, как будет решаться проблема цифрового неравенства в Российской Федерации. Проблема цифрового неравенства в Российской Федерации состоит очень остро. Ее можно проиллюстрировать на конкретных примерах. В городе Москва 6 из 10 домохозяйств имеют подключение к интернету. А в среднем по России это лишь 2 или 3. Причем разрыв очень сильный, есть огромное количество населенных пунктов, где связи вообще нет. Там невозможно получить доступ к современным этим услугам. Мы считаем, что Ростелекома ключевое конкурентное преимущество заключается в том, что он обладает огромной, собственно, инфраструктурой каналов связи. И, проще говоря, его провода приходят в максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств. В этом, в том числе, определяется его стратегическая роль для государства, потому что очевидно, что по этим каналам работают и решаются многие задачи специального характера. Это вопросы обороны, безопасности, мобилизации и так далее. Мы считаем, что Ростелекома должен сыграть ключевую роль именно в развитии проводного широкополосного доступа. И здесь у него для этого есть все необходимые конкурентные преимущества. Он не играет эту ключевую роль. Да, если мы смотрим инвестпрограмму, то Ростелеком сегодня активно занят инвестициями в другие компании, проще говоря, скупкой других компаний на рынке. Это, по сути, такая больше инвестиционная деятельность. Очень активно ведется программа в части развития мобильных активов. Проще говоря, мы развиваем сотовую связь там, где она уже есть, в надежде поконкурировать с большой тройкой. С точки зрения бизнеса, может быть, это хорошая задача, но еще раз повторю, что у Ростелекома все-таки есть и такая специальная миссия. Мы считаем, что эта компания должна предоставлять связь там, где сегодня у нее есть конкурентные преимущества, и где, может быть, другие операторы не могут этого сделать. Мы считаем, что это важно для жителей страны. И, в общем-то, если посмотреть цели Минкомсвязи, которые мы обозначили и публично их обсуждали, на сайте 2018.minsviz.ru, одна из целей – это подключение 5 миллионов домохозяйств каждый год на скорости 100 мегабит. То есть, иными словами, Ростелеком зарабатывает деньги вместо того, чтобы выполнять свой государственный долг? Вы знаете, как раз одна из основных проблем, что Ростелеком, к сожалению, сегодня… Это, в общем-то, это не то, что проблема Ростелекома, это просто действительно ситуация в том, что рынок связи изменился. Причем не только в России, а в целом по миру. Он переструктурируется, там возникают другие немножко задачи. И сегодня идет серьезное падение по всем стандартным, так сказать, способам, видам услуг связи, таких как проводная связь особенно, да, и так далее, и так далее. К сожалению, у Ростелекома его рост в основном связан с тем, что приобретаются другие компании, растут именно приобретенные другие компании. Второе – то, что рост идет очень сильно за счет госсектора. Вы знаете, что по многим мероприятиям Ростелеком назначен единственным исполнителем, где-то он, так сказать, занимает эту роль просто по сути своего монопольного положения на целом ряде рынков. Вот за счет госсектора рост очень хороший, в остальных секторах, к сожалению, роста практически нет. Мы считаем, что инвест-программа Ростелекома, которая также на много десятков процентов растет каждый год, должна быть более сосредоточена на решении вот тех задач, о которых я говорил. А когда наше телевизор...